50 лет назад, 12 апреля 1961 года, человек впервые оторвался от земли и смог посмотреть на нее со стороны, своими собственными глазами. В 50-е годы принято вспоминать как разгар холодной войны, войны двух империй. Давайте посмотрим на это по-другому. Именно благодаря холодной войне империи нашли гигантские средства, привлекли огромные резервы, чтобы первыми выйти в космос. Так что 50-е годы – это время романтиков, сумевших на плечах военной машины взлететь в небо. 60-е годы начались и продолжались такими успехами в усвоении космоса, когда каждый полет был отмечен словом «впервые». «Аполлона-11», беспримерным по смелости, удивительным по дерзости и очень-очень удачным полетом на Луну. В 70-е и 80-е Советский Союз занялся орбитальным строительством и достиг в этом деле невиданных доселе успехов. Американцы пошли другим путем, разработав программу «Спейс Шаттл» – корабли многоразового использования. Спустя 25 лет оба подхода слились в один при строительстве МКС. В 70-е годы НАСА запустило две станции «Вояджер», которые совсем недавно достигли границ Солнечной системы. Начались горячие 90-е. Для нас, прежде всего, это запуск космических орбитальных обсерваторий Хаббла, Чандры, Спитцера и других на два десятилетия сформировавших путь развития науки о Вселенной. Благодаря этим обсерваториям астрономия стала действительно всеволновой наукой. Девяностые годы первых космических туристов 2000-е порадовали нас декларативной программой «Марс-Луна», массой планов и, в конце концов, урезанием космических программ в обеих странах-гигантах. На передний план стали выходить европейские, китайские, японские и другие космические агентства. Тем не менее, НАСА даже в таких условиях реализовали несколько удивительных программ – Deep Impact, Cassini. Россия же в основном сконцентрировалась на МКС. Стало ясно, что следующие программы настолько сложны и дороги, что могут быть реализованы только в сотрудничестве многих стран. В 2000-е годы шла активная разработка суборбитальных частных полетов. Что нас ждет дальше? Будет ли это база на Луне или мы все-таки совершим первый полет на Марс? Будет ли создан двигатель, способный разгонять аппараты до 50 или даже 100 км в секунду? или, может быть, мы придумаем что-то совершенно иное? Как вы считаете? «Три, два, один, пуск!» 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 Продолжение следует...